15 июня 2020 года. Прошу прощения, дорогие, что я пропала на некоторое время, я немножко приболела. Но, слава богу, вот уже чувствую себя неплохо. Это не связано, слава богу, ни с каким коронавирусом. Просто бывает, когда уже очень сильно устаёшь, и организм, что называется, говорит «стоп». Пора тебе, дорогая, отдохнуть. Так что сегодняшний наш с вами выпуск будет в таком отдыхательном режиме. «Отдыхает автор». Надеюсь, будете отдыхать и вы сегодня вместе со мной эти 15 минут. И мы поговорим с вами обо всём понемножку. И в том числе о том, как я отдыхаю, и какие могу вам дать в этом смысле полезные такие вот дружеские советы. Прежде чем начну говорить, хочу сказать одно слово по поводу предыдущего нашего выпуска, который был посвящён Хеврону и Дубу Маврейскому. Я получила от вас вежливые и не очень вежливые вопросы, касающиеся явления Господа Аврааму под Дубом Маврейским. Что если явилась не Троица, тогда кто же изображён на иконе Андрея Рублёва и так далее. А для тех, кому этот вопрос интересен, я расскажу по этой теме в следующем выпуске. Это будет у нас чтение Евангелия от Луки. И вот начну я кратким рассказом о явлениях Господа в Ветхом Завете, о том, кто явился ещё раз Аврааму под Дубом и почему я так уверенно об этом говорю, и откуда я всё это знаю. И, конечно же, поговорим о том, кто же изображён на иконе Андрея Рублёва. А дальше почитаем зачало из Евангелия. Благо оно там небольшое, то есть мы с вами успеем охватить две эти темы. Почему я отношу эту тему туда, в чтение Евангелия от Луки? Потому что предполагаю, что далеко не всем эта тема интересна. Может быть, многие просто знают это всё уже и так. Да, люди церковные, грамотные, и для них не будет интересным подробный рассказ. А вот те, кто слушают Евангелие от Луки, вот как раз такая тема более духовная, специфическая. Поэтому мы поговорим об этом там. Сегодня же я начну с того, что скажу вам вообще, как дела. Что делается у нас в Израиле? В Израиле делается следующее. У нас полностью вернулась вся жизнь. Открыто всё, что можно только открыть. Все рестораны, кафе, театры, всё открыто. Но при этом люди продолжают заболевать коронавирусом, при том в больших количествах продолжают от него умирать. Почему такое происходит? Почему при меньшем количестве заболевших нас закрывали на карантин, а теперь почему-то не закрывают? Это остаётся большой загадкой. Но мы со своей стороны, как, наверное, и все трезвомыслящие израилетяне, стараемся всё-таки поменьше вот сейчас, поменьше выходить в город и поменьше куда-либо-то ходить, потому что народу действительно везде толпа. То есть просто толпа людей, при том очень многие без масок, никакой дистанции, никто ничего не соблюдает. Хотя вроде бы как призывают к этому с экранов телевизора, но на практике этого нет. Соответственно, вот как-то так на душе тревожно, на всё, конечно, воля Божия, но всё-таки лезть в самую толпу, когда есть эпидемия, чего бы то ни было, даже пусть не коронавируса, даже обычного гриппа, да, как-то не хочется. Кстати, обычный грипп тоже у нас ходит. И я от знакомых узнала, которые переболели, самым обычным гриппом, вот таким добрым, милым гриппом, по которому мы с вами уже, наверное, скучаем, да, с обычным горлом, насморком, который потом быстренько проходит. Тоже он гуляет, поэтому, соответственно, как-то вот так хочется побыть побольше дома. Но мы, конечно, снимаем, мы готовим большой очень выбор экскурсий. И об этом я чуть позже сейчас расскажу, пока вернусь к тому, что вот всё открылось. Мы тут недавно как раз вот снимали экскурсию, продолжение экскурсии по улице Яфу, и попали на рынок. Рынок в Иерусалиме – это особая тема, потому что вообще у нас всё-таки очень много живёт восточных людей в Израиле, в Иерусалиме в частности. Это, во-первых, сами арабы, да, но и многие евреи выходцы из восточных стран. И поэтому посещение рынка – это часть культуры. Походить, поторговаться, всё пощупать, пообщаться со знакомыми торговцами. У моего мужа Рафаила дед жил на рынке, то есть его квартира была над рынком. Вообще рынок – это, собственно говоря, у нас часть жилого района. И одна из улиц этого района, который был построен ещё в второй половине XIX века, была в своё время превращена в рынок, для того, чтобы арабские торговцы могли жителям этого района что-то продавать, фрукты, овощи и так далее. И вот поэтому над главной торговой улицей, рыночной, над главными рядами, расположены просто жилые дома. И вот у деда Рафаила как раз там была квартира, поэтому детство моего мужа периодически, да, в детстве периодически он попадал на рынок к дедушке. И очень умирительно, как он рассказывал, как дедушка посылал его покупать хумус. Хумус – это страшно вкусная вещь, паста из турецкого гороха, нута, которую готовят обязательно только дома, только вручную. А если есть хумусный, то тоже там у каждого хозяина свой какой-то рецепт. В общем, это целый мир. И хумус едят пита. И пита – такой хлеб с карманом. И вот к хумусу полагается ещё и фалафель. Это тоже молотый турецкий горох. Нут из него делаются шарики и обжариваются в масле. В одной из экскурсий я вам, по-моему, уже даже показывала, да, когда мы с группой ещё ходили к крестному пути. Помните, вот через цветочные ворота там были кадры, как делаются фалафель. И вот дедушка говорил Рафаилу так. Вот ты иди, вот у него купи хумус. Но у него фалафель ни в коем случае не покупай. Он у него невкусный. Фалафель купишь вот у того торговца. Только питы у него не бери, они у него совершенно ужасные. Питы купишь вот там на углу. То есть он всех знал, всех знал. По именам мы жили, а там, естественно, да. Так вот, это целый мир. Поэтому лишить израильтян рынка, наверное, не может никакая чума и холера. Как только хоть появилась малейшая возможность, люди пошли на рынок. Сейчас же, вот вы видите сейчас на своих экранах, это толпы, толпы людей. Конечно, сейчас самый разгар. Черешни, персиков, арбузы, дыни. Поэтому на рынке, в принципе, цены на фрукты дешевле, чем в магазине. У нас так, но не настолько, как это было раньше. Раньше были, даже на моей памяти всего лишь, 20 лет назад, была существенная разница. Сейчас подорожал рынок значительно. И старожилы очень-очень на это сердятся. Рынок стал более коммерческим. И появилось много кафе и ресторанов, чего раньше на рынке не было. И вот в результате, конечно, цены приближаются к магазинам, но все же дешевле. А главное, огромный выбор. Ты можешь черешню увидеть в 50-ти вариантах, да, тоже, или там персики. Выбрать, что тебе нравится больше. В магазине же будет только один вариант. И вот народ, конечно, ходит, покупает. Тут же и сухофрукты, тут же и специи. На рынке продают и мед, и халву, и, в общем, все самое разное и вкусное. Опять же, по рынку будет у нас с вами экскурсия обязательно. И вот, кстати, сейчас на экран вы видите замечательную штуку. Это иерусалимский кугол. Его продают тоже на рынке. Это изделие такое сладкое, кондитерское. Делают его из макарон. По сути дела, это сваренные макароны. Туда добавляются специи, яйцо, сметана, коричневый сахар или белый сахар. И делается такая запеканка. Это ужасно вкусно. Я делаю дома сама. Детям, честно говоря, моя мама всю жизнь это делала. Мы даже не знали, что это. Оказывается, еврейская, такая европейская кухня. В Москве, кажется, все это делали запеканку из макарон. Но здесь дело в специях. Они добавляют и сладкий перец, и всякие специи, с которыми дают такой очень аромат и вкус оригинальный. Так вот, я к чему это все рассказываю. Что жизнь вернулась. И мало того, по какой-то причине наше правительство даже агитирует людей выходить на улицы. Вот недавно моя дочь Эмилия вместе с Рутой Марты отправились. Тут рядом у нас есть немецкая колония, Мышева Гермонит. И моя свекровь взяла их, сказала, там будет какой-то такой фестиваль что ли уличный. Пойдемте посмотрим. И Эмилюша, поскольку видит, что мама с камерой, все время что-то снимает. Я немножко ее иногда учу. Но так, честно говоря, через пень-колоду. Она решила снять репортаж. И вот сейчас через минуту я вам его покажу. Это очень интересно. Во-первых, вы увидите, что у нас сейчас творится по средам-четвергам на улице Эмик Рифаим. И интересно еще с точки зрения, к чему, зачем это нужно. Потому что, по идее, все-таки эпидемия продолжается, опасность все еще есть. А тут, наоборот, людей всячески выманывают из домов и дают им ощущение какого-то праздника, радости. Давайте все выходите, гуляйте, танцуйте, покупайте. Может быть, это связано с экономической ситуацией. Потому что, действительно, все-таки очень много бизнесов прогорело или были на грани закрытий. Может быть, Министерство финансов где-то здесь победило Министерство здравоохранения. Не знаю. Вот такая странная ситуация. Но фестиваль, все-таки, он был замечательный. И оказывается, это каждый среду и четверг. Так что, внимание моих иерусалимских слушателей, кто не боится и в маске хочет так с соблюдением дистанции погулять, все-таки посмотреть, приходите. Это бывает среду и четверг на улице Микрофаим и на улице Дер-Бетлехэм. И выступают уличные артисты. Притом, мне кажется, даже как-то отобранные. Потому что халтуры там не было. Детям очень понравилось. Они говорят, что все было качественно. И пели, и плясали, и развлекали народ. Давайте посмотрим, что сняла наша Мили. Это ее дебют. Монтировала она, в принципе, почти что сама. Я немножко помогла вначале. Потом она уже монтировала сама. А потом мы продолжим с вами наш разговор. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наш такой немножко развлекательный блог сегодня. И вот поговорим о том, как отдыхать. Восток, опять же, приучает ценить отдых. И на Востоке вообще в принципе, если говорить про культуру, принят отдых, конечно, в семейном кругу. И отдых такой, в общем-то, пассивный, как бы мы с вами назвали. Современные израильтяне очень любят спорт, очень любят всякие походы с палатками там и так далее на север, куда-нибудь на Галилейское море, но это не традиционно. Это скорее уже от американцев, взят от европейцев. А чтобы понять, как отдыхают традиционно восточные народы, надо посмотреть на арабов или восточных евреев, даже, кстати, марокканцев тоже. Это на балкончике с чашечкой кофе или с чашечкой хорошего чая. У нас не пьющая страна, так что не с рюмочкой чего-нибудь. Это скорее мы с мужем иногда можем в воскресенье посидеть с бокалом хорошего вина, да. А так, в принципе, у нас не пьют. И, как правило, это чай или кофе. И какая-нибудь музыка, да. Можно к этому добавить. На балконе же поставленный мангал и какой-то простейший там шашлык, какие-то два-три там знакомых. И вот так вот с видом на пустыню или с видом на какой-то парк вот сидеть, ля-ля-ля-ля-ля, разговаривать. Вот это вот такой типичный восточный отдых. Арабы ещё очень любят сидеть просто около своих домов с кальяном. Иногда играют в шешбеш, это такой восточный вариант шахмат. И просто разговаривают. Вот они просто разговаривают, общаются. И вот это вот такой отдых. То есть самый, что называется, дешёвый. Да, вот просто погреться душой с друзьями, пообщаться. Что касается меня, поскольку моя работа всю жизнь связана, наоборот, с речью, то мне, когда я отдыхаю, наоборот, очень хочется помолчать. И, наоборот, побыть одной. Потому что я мама многодетной семьи, и когда четверо деток, всё время нужно общение, внимание всем. Тут, наоборот, меня тянет в какую-то тишину и покой. И я замечаю, что когда нервная система уже переутомляется, и просто чувствую, что уже голова плохо варит, и даже физически становится как-то уже нехорошо, иногда нужно просто уйти в свою норку. Я в каждой квартире, куда мы переезжаем, нахожу какое-то излюбленное место. Это может быть очень смешное место. Например, в прошлой квартире это был уголок на полу, на кухне. У меня там стояла тумбочка с кулинарными книгами. И табуреточка, на которую можно встать, чтобы достать что-то из верхнего шкафа. А так была смешно сделана кухня. Её переделали с какого-то там балкона, уж сейчас не помню. Что от пола сантиметров 20-30 шло такое маленькое окошко, мутненькое. Но через него шёл свет. И вот я любила садиться в этот уголок, на эту табуреточку. Или даже просто на пол, если табуретку дети куда-то запихивали. Доставать какие-нибудь кулинарные книжки. И вот так у этого окошка сидеть и их листать. А вокруг меня происходит жизнь. Дети куда-то ходят, муж с ними разговаривает. Кто-то плачет, кто-то что-то хочет. А я как будто в своей раковинке. И вот для меня вот это очень важный момент какой-то перезагрузки. Иногда это может быть ванная комната. Если она с окошком, в ней можно уютно присесть на край ванны. И просто посидеть в тишине. Посмотреть на солнечных зайчиков. На свет, который падает на кафель от окна. И просто помолчать. А иногда и подышать. Вот это я вам хочу дать тоже хороший совет. Меня научил ему наш семейный врач. Человек очень-очень глубоко верующий. А его научила медсестра, которая при помощи этого приёма снимала давление. И снимает давление своим пациентам в больнице. Даже высокое давление снимает без лекарств. Это очень простая дыхательная техника. Может быть вы о ней и знаете. Но вот лично мне она очень-очень помогает в трудную минуту. Здесь очень важно, очень комфортно сесть. Имея в виду комфортно в том, чтобы вокруг вас был вот этот кусочек тишины. Какой-то ваш отрезок пространства. Да, ещё раз. Это может быть уголок какой-то. Или это может быть даже ванная комната. Так где-то сесть. Или лечь, если совсем плохо. Можно лечь. Лечь на спину. И дальше вам нужно сосредоточиться. И дышать следующим образом. На три счёта вы втягиваете воздух носом. Вот так. Считая на три. Дальше продолжая в том же темпе счёт. На пять счётов вы будете выдыхать через букву «ф». Медленный выдох. То есть вы про себя считаете. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять. На три вдох носом. На пять счётов. Медленный выдох на «ф». И вот так, если думать только о счёте в этот момент и только о своём дыхании, вы почувствуете через какое-то время, как вы начинаете расслабляться. Как по телу начинает разливаться тепло. Как вам становится хорошо и уютно с самим собой. В таком состоянии уже можно и помолиться. Можно и почитать священное писание. Можно по памяти почитать какую-то молитву. Потому что когда очень сильно переутомляешься, или давление подскакивает, молиться бывает иногда трудновато. Ты как бы не можешь собрать... Знаете, да, у кого это бывает? Ты не можешь собрать мысли, не можешь как бы сфокусироваться ни на чём. И получается такая нервная молитва, как бы она невнимательная, неглубокая. Чтобы привести себя в молитвенное состояние, скажем так, иногда нужно просто для начала успокоить тело, успокоить мозг свой. И вот эта дыхательная система очень-очень помогает. Довольно быстро приходит облегчение. Но что интересно, если вы очень переутомлены, вы, скорее всего, просто заснёте. Что тоже замечательно. Это второй способ, которым я... Третий, вернее. Ну, получается, второй способ, которым я отдыхаю. Я просто сплю. Сплю, когда мне захочется. И муж это знает, что для меня не всегда легко заснуть. И сон это всегда такое для меня непростое дело. Я с детства выросла со скрипкой в руках. Профессиональный маленький музыкант. Гастроли, концерты, выступления, конкурсы. И меня с раннего детства приучили переходить этот порог усталости. И нету слова «не могу», нету слова «не хочу» или «не могу». И я иногда не чувствую грани, где я уже за гранью усталости. И где уже надо сделать стоп. В результате для меня иногда бывает очень сложно заснуть. Вот этот способ с дыханием необыкновенно помогает. Так что вот, у кого похожие проблемы, попробуйте. Ну и, наконец, что творится с нашим проектом, с нашим ТОПУС ТУРС, с нашим центром виртуальных путешествий ТОПУС. Всё идёт, мы полностью закончили работу над сайтом, мы подключили уже систему оплаты, да, всё готово. Мы, собственно, собираем материал, потому что очень много авторов, видимо, думали, что это очень лёгкое дело снимать, монтировать, что это всё как бы вот так вот за 5 секунд делается. Это тяжёлый труд. Теперь они поняли, многие мне об этом написали. Мы теперь поняли, чем вы занимаетесь. Что это за работа у вас такая, да? Мы-то думали, ну подумаешь, сел там что-то перед камерой или прогулялась там по улице с телефоном. Ну да, это не так, сказали они. Мы теперь понимаем, сколько часов это всё занимает. Даже маленькая минуточка смонтированная, сколько надо сидеть с этим. Соответственно, а многие отвалились. Ну ладно, учатся люди, может быть, научатся, может, не захотят. Но нашлись и, слава богу, хорошие авторы, гиды, экскурсоводы, да и просто люди с камерой в руках и с взглядом таким артистическим мы живым на мир Божий. Так что мы порадуем вас в скором времени замечательными видеоэкскурсиями. И я готовлю видеоэкскурсии для этого проекта. Объясню ещё раз, что просмотры будут платными. И лично для меня, для моей семьи это единственная наша работа. Это то, что мы умеем делать, мы умеем вести экскурсии, будем их вести только теперь виртуально, да, в виде видеопутешествий. И поскольку невозможно жить постоянно на пожертвования просто зрителей, это очень нерегулярно и нереально на это строить свой семейный бюджет. А YouTube, многие думают и пишут в комментариях, да, какие-то вещи, типа того, что это у вас тут реклама, вы деньги зарабатываете. Все, у кого есть свой собственный YouTube-канал монетизированный, очень хорошо знают, как мало это денег. К сожалению, YouTube платит очень мало, поэтому на эти деньги прожить нельзя. Если бы у меня были миллионные просмотры под каждым роликом, тогда ещё, да, можно как-то на эти деньги жить вот в нашей семье, в нашем государстве, да, я имею в виду. А вот с теми просмотрами и с тем контентом, то есть с тем содержанием, которое даю я, конечно, миллионных просмотров у меня не будет. Тогда мне нужно начать открывать подарки или снимать своих детей в каких-то бальных платьях в Мерседесах, да, ну, то, что люди смотрят, или делать шляпки для кукол Барби. Но как бы не умею и, честно говоря, не хочу, потому что это уже не видеоблог, это совсем другим словом называется, не очень приличным. Соответственно, мы делаем то, что мы умеем, мы специалисты в области краеведения, истории, искусства, в области вот экскурсоводчества, экскурсоведения, экскурсоведения, как хотите. И вот этим мы и будем заниматься, поэтому мы создали центр виртуальных путешествий. Кто хочет к нам примкнуть, всегда, пожалуйста, да, мы даем площадку, платформу. А вас, те, кто зрители будут, да, ожидает масса интереснейших путешествий в разные уголки мира. И я надеюсь очень, что вы наш проект поддержите. Надеюсь, что еще недели, дней 10, уже поднабралось приличное количество видео, чтобы открыться. И мы потихоньку уже откроемся, дам всем адрес, и вы пойдете глядеть, чего мы наснимали. Ну вот, время у нас уже подошло к концу. Вот такой немножко получился отдыхательно-развлекательный выпуск. Я с вами пока прощаюсь, обещаю выходить в эфир как можно чаще. Напоминаю, что следующий выпуск – это будет Евангелие от Луки. Надеюсь, что это будет где-то послезавтра. Так, по крайней мере, я планирую с Божьей помощью. Храни вас, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok